Жень, а что вы делаете с мамой? Показываю маме новое видео на канале. На своё? Да. Про мошенников. Да. Маленький, правда, экран. Ну, снимает. А у тебя камеры нет, да? Я телефон снимаю всё вот это. Вот. Наверное, не очень удобно. Ну, так. Ты знаешь, у меня есть камера. Я тебе сейчас её подарю. Подгон. Мама блогер, у мамы есть камера. Нет, она старенькая. У мамы есть всё. Ну, не знаю, будет она функционировать, не будет. По-моему, зарядка есть. Не знаю. По-моему, в Китае или что? Спасибо. Не, написано, что Соня. А, Соня. Нет, у меня ещё китайская была, но она в отпуске. Соня, это круто. Фирма. Соня, мама подарила. Буду теперь, как блогеры, ходить с экшн-камерой. Класс. Спасибо. Спасибо. Папа, я тут. Пап, я тут. А я тут. Ой, зя, зя. Лёха. Вон там тарелка чёрная. Ну-ка, покажи овощи. Ой, какие красивые. Шапиёны даже там. Шапиёны, да. Мам, ты будешь шапиёнов? Мам, не надо? А мы сейчас в одну уложим. Кути, кути, кути. Шапиёны. О, пап, а чё ты тут делаешь? С добрым утром. Смотрю камеру мамину, которую она подарила. Видишь, она новенькая. Но, если честно, очень устаревшая. Ну, не камера цена, на самом деле, а то, что она не записана. Да ладно, всё там. Сейчас прослезишься. Я сидел папа. Здравствуй, дорогая редакция. Очень часто смотрим вашу передачу. И поэтому решили с младшим сыном отправить вам один ролик. Он у меня учится в Суворовском училище. Оказывается. Смотрим эту передачу и поэтому обращаюсь к вам за помощью. Я имею троих детей. Двух сыновей и дочку. Старший сын и младший сын. И есть у меня ещё средняя дочь. И есть ещё приёмная дочь. А оставшаяся после смерти моей подруги, она у меня на попечении. Я выстроила вместе с детьми на большом участке два дома для проживания. Потому что младшая дочь осталась без жилья, когда её папа родной выписался с её же маленьким ребёнком, с моим внуком. Внуку было три месяца и родной папа дочку выписывает со своей площади просто в никуда. Поэтому все собрали силы. Старший сын, дочка, я. Купили большой участок, построили два дома и дочка поселилась рядом со мной. Этот участок поделили пополам. Старший сын как бы не собирался жениться. Всё у него было удачно, хорошо. Мне помогал. И деньгами помогал, и физически. Младший сын, седьмой год, уже учится в Саворском училище. В этом году он заканчивает. Будет поступать в другое высшее учебное заведение. Но я хотела и сделала. С помощью старшего сына попросила у него денег. Да он и сам не отказывался мне помогать. Сам приезжал. Был тоже доволен, что я выстроила ещё один домик, как летнюю кухню, где можно будет заниматься всякими заготовками. Я вам сейчас её продемонстрирую. Продемонстрирую я вам сейчас её покажу. Он построен, но не доделан совсем до конца, до совершенства. Потом сын старший женился, создалась семья. Появился у него малыш. Ребёнок оказался болен. Поставили диагноз эпилепсию. Сейчас находится в Морозовской больнице. Приехать сюда не могут. Диагноз неизвестно. Снимется, не снимется. Но пока врачи ничего не обещают, что снимется. Снимется, лежат они в больнице очень часто. Четыре дня дома, месяц в больнице. Врачи рекомендуют свежий воздух, море. Но находиться больше. Где-то в отдалённости от мегаполиса. Поэтому у меня такая идея. С младшим сыном мы решили к вам обратиться за помощью. Сил у меня больше нет. Я на пенсии. Я имею вторую группу инвалидности. Но я работаю. Работаю, но зарплата не очень большая. Так как по инвалидности много не заплатят. Работы укорочены день. Но хотелось бы, чтобы вы помогли мне с летней кухней, которая у меня на самом деле есть. Поэтому младший сын мне сейчас помогает снять этот ролик. А сейчас пойдёмте, я вам покажу эту леднюю. Это леднюю, о котором я хотела рассказать. Вот такие леднии 3х6. Больше сташе. И леднюю я просто хотела истиновать. Вот эти леднии, о котором уже говорили. Вот эти леднии. Вот эти леднии. Здесь летом. Так всё равно. Сделайте что-то, Эмиль. Небольших животных. Две кошки. Собаку. Здесь иногда можно отдохнуть летом. Но это только летний вариант. Здесь можно только бы отдохнуть. Тогда гости приезжают. Мне бы хотелось, чтобы этот домик превратить в настоящий жилой дом. Чтобы можно было бы здесь отдыхать моему внуку. Старшему сыну со своей семьей. Приезжать, отдыхать и пользоваться им. Вот всё, что я хотела сказать. Извините, ради Бога, за то, что, может быть, повторялось очень часто. Первый раз снимаюсь. Очень переживаю, очень волнуюсь. И вообще я очень впечатлительный человек. И надеюсь, что ваша редакция всё-таки с моей просьбой, к моей просьбе отнесётся серьёзно. И надеюсь на вашу помощь. Может быть, действительно, я попаду в такой статус, что можно будет мне помочь в этом деле. Спасибо огромное. И лопату тебе дам. И грабилки. А ягодки как будем собирать? Вот так, ручка. Вот так будем собирать. Так будем собирать. И кушать будем? Конечно. Конечно. И кушать будем ягодки. Такое бы не было. О, такое большое обожаю. О, ты спать хочешь? Да. Уже и разговаривать не хочешь со мной? Давай поговорим. Ну, поговорим. Что там увидел? Что-то зелёное. Уже видишь такое, да? Красное. Бабушкин кухня самая яркая, наверное. Всегда смотрят на неё. Что же такое бабушка себе напялила-то, а? Бабушка с внуком в Морозовской больнице. У внука сегодня было тяжёлое утро. Пытались поставить катетеры. Вот так вот ручку ему измучили, всю истыкали. Но воскресная смена не справилась с этой задачей. Не справилась, да. Зато бабушка справляется как. Вот. Малышочек улыбается, лежит. Вот так. Идиллия. Семейная идиллия.